Появилась новая информация о ЧП в Алматы, когда бензовоз компании «Гелиус» взорвался в центре города. Как сообщил сегодня генеральный директор компании, злосчастный автомобиль отработал срок эксплуатации и его вот-вот должны были списать. Сергей Ким продолжит. На брифинге во время экскурсии по ремонтной мастерской «Гелиуса» гендиректор Константин Сферидов озвучивает технические нормы. Срок эксплуатации автоцестер – 8-9 лет. Грузовик Александра Горюнова был 2004 года выпуска, и его пробег подходил к концу. Тоже около 300 тысяч. То есть вот ее должно быть? Ну, она, да, она в принципе, они с четвертого, вы же видите, да, я почему и показал, что мы в этом году 21 автомобиль. Мы постепенно, каждый год приобретаем новые автомобили. У нас машины, ну, больше 350 тысяч пробега, ну, уже мы не эксплуатируем. Новости погорельцев из уст Сферидова. Оценщики сделали заключение по 12 квартирам из пострадавших 37. Владельцы 10 получили выплаты. После той страшной аварии прошло полмесяца. А истории о спасении невинных жертв всплывают до сих пор. Утром в день трагедии в троллейбусе номер 7, который двигался навстречу бензовозу Горюнова, было много пассажиров. Жертв аварии могло быть намного больше. Этот день водитель троллейбуса Нина Валиева запомнила на всю свою жизнь. Счеты на и сантиметры спасли десятки пассажиров от, казалось бы, неминуемой аварии. Сбежать столкновения помогла только отчаянная решимость двух людей за рулем. Встретились вот так рядом с форточкой. За рулем был мальчик, молодой парень. Русский. С огромными глазами рассерянными. Мы друг друга поняли, не ударил, просто коснулся моего троллейбуса и все. Сегодня стало известно, что погибшему Александру Горюнову на его могиле в поселке Байсерке установят памятник за счет компании «Гелиос». Дизайн монумента обсуждается. Сергей Кемшух, Ратакчурин, 7 канал, Алматы и Алматинская области.